МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подходит к концу пятница, конец рабочей недели, а мы продолжаем наш телевизионный Добрый вечер. Психолог. Эта профессия в России становится все более популярной и актуальной. Но если жители больших мегаполисов живут в постоянном стрессе, и для них сходить к психологу становится делом обычным, то те, кто живут в городах маленьких, на периферии, в провинции, считают, что поход к психологу – это пустая трата и денег, и времени. Тем более, когда есть близкий друг или подруга, с которым можно на кухне, под рюмочку того самого, о чем поет любимый Григорий Левс, посидеть, обсудить все проблемы. А потом в ход пойдет еще, ой, мороз, мороз, да кто-то с горочки спустился. В общем, все это пустая трата времени, и в услугах психолога они не нуждаются. Но все-таки, чем отличается помощь профессионального психолога от посиделок на кухне? Об этом мы расскажем вам в нашей новой рубрике «Спросите у психолога». Мы находимся в гостях у семейного психолога Асият Умаровны Байрамкуловой. Асият, итак, скажите, почему, с вашей точки зрения, человек, если у него случилась какая-то неприятность, он должен не к подружке идти, как это у нас принято в России, да, делиться с ней, идти своими горестями, бедами, а обращаться все-таки к психологу. Юн говорил, что благое намерение всегда наполнено отрицательным содержанием. Это закон работы психики. На этом законе построено знание доктора Стивена Карпмана, который жил и работал в 60-х годах и создал свой так называемый «Треугольник Карпмана» — жертва-спасатель-агрессор. То есть в этом своем учении он описал про деструктивное взаимоотношение людей. Вот эта проекция может как раз-таки произойти во взаимодействии между подругами, когда одна пытается спасти другую. То есть это вот такое вот деструктивное взаимоотношение двух подруг. Что здесь происходит? В роли спасателя выступает подруга, которая пытается поддержать свою подругу. Возникает у человека потребность спасти другого. То есть потребность спасти людей — очень глубокая потребность каждого человека. У нас у всех она есть. Но по сути, если разобрать её поглубже, на самом деле это вот вытесненная потребность в одобрении. То есть большинство людей очень любят спасать, поддерживать, да, и это очень делают очень много. При этом они совершенно не думают о своих потребностях, да. И всё это для чего? Получить одобрение. То есть на самом деле одобрение не от этого человека, да, не от подруги от своей, а одобрение маленького ребёнка, да, то, что они недополучили от своих родителей. Что тут происходит? Я подругу свою спасаю, спасаю, да. А подруга, соответственно, она принимает роль жертвы. То есть это второй персонаж из «Треугольника Карпмана». Она принимает роль жертвы, ей плохо, её нужно спасти, ей нужна помощь, и она в этой роли остаётся, тогда как спасатель её спасает. И это бывает не один раз, да, обычно, как вот происходит. В конечном итоге спасатель, он наделяет себя таким вот всемогуществом, и это даёт ему власть перед подругой. Но в какой-то момент спасателю надоедает это бесконечно делать, да. И здесь применяется агрессия уже. Возможно, открыто он может и не агрессировать, но он может это делать пассивно, через сарказм, закатить глаза, да, как же ты мне надоела. Да сколько можно, у меня там сейчас другие дела, сколько же я тебя буду спасать. Ну, то есть возмущение, напряжение поднимается, да, каким-то образом оно изливается, либо открыто, либо пассивно, да, либо кому-то ещё достается, да. Вот. И в какой-то момент этот спасатель устает, и вот сам заваливается в роль жертвы. Жертве это не нравится, потому что ей-то вообще-то было приятно, когда она не брала за себя ответственность, когда её спасали, да. И она может, да, перейти в роль агрессора и начать агрессировать против «почему ты меня не спасаешь», да, против своего спасателя. То есть это вот такие роли, в которых люди практически, ну, деструктивные роли, да, они оказываются вот в этих ситуациях из-за чего? Из-за того, что у них… Из-за того, что они, по сути, не в контакте со своими потребностями, из-за того, что они вообще-то не понимают, да, что им надо. Если разобрать дальше эту теорию, да, Стивена Карпмана, он говорил, что в этих ролях это роль травмированного ребёнка, на самом деле. Это роль невзрослого, зрелого человека, того, кто берёт на себя ответственность и не перекладывает вот свои проблемы на подругу, не занимает время, да, то есть он может обратиться к психологу. Психолог обязан и вообще проходит свою личную терапию. То есть он уже выходит из этих состояний, из этих ролей жертвы, агрессор, спасатель, да, и поэтому он немножко по-другому взаимодействует со своим клиентом. То есть он передаёт ему ответственность, ответственность, он, в отличие от спасателя, в отличие от подруги, не агрессирует, да, никоим образом на своего клиента, не даёт оценку. Ни в коем случае нельзя оценивать, потому что тем самым мы можем зацепить человека, да, и причинить ему ещё большую боль. Он и так находится в не очень приятном положении, да, он нуждается в помощи, в поддержке. А если он получает ещё и вместо поддержки вот эту оценку или агрессивное какое-то, да, действие, то он больше закрывается. То есть ему вообще ещё больше становится небезопасно. И в следующий раз он может и подруге своей тоже, да, про это не сказать, и закрыться. Закрыться, и это не очень благоприятно для его здоровья. То есть подружка это всё говорит исходя из собственного опыта, да, то, что она пережила в жизни. И поэтому её советы могут быть, в принципе, не настолько полезны, а даже принести вред, да? Вы знаете, советы могут быть действительно правильными, но в этом случае, возможно, нужно говорить из позиции «я-высказывание». То есть вот у меня было так, да, а, по-моему, вот в моём там опыте было вот так вот. То есть... Не говорить, что вот должен сделать так. Да, 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 да. То есть не переносить свою проекцию, потому что, чтобы с вами не было, это было с вами, да. Но когда вы это переносите, вот этот перенос, он как раз-таки очень неприятен для человека. Вот эти все переносы. И это ещё больше, повторяю, закрывают человека. Ася, а как быть с родителями? Ведь очень часто наши родители из добрых побуждений дают нам советы. Поступай так, поступай этак. Мы должны их слушаться. Это прямое нарушение границ, потому что, возможно, в этом человек не нуждается. Если я чего-то не хочу, и совет может оказаться не кстати, на самом деле. Да, но если я не послушаюсь того, что мне говорят старшие, родители, я же их обижу, у нас на Кавказе так не положено. А как быть? Ну, это деструктивные вещи, на самом деле. Не брать вину. Это моя жизнь. То есть на самом деле родители свою родительскую воспитательную функцию они занимают в возрасте до 18 лет. То есть они должны обеспечить потребности своих детей до 18 лет. И там большой вопрос, обеспечили ли они свои потребности. Очень большой. Ко всем родителям. А после 18 лет я уже принимаю решение сам. И в этом случае не нужно брать вину за то, что я обидел родителей. В этом случае не нужно брать вину на себя за то, что я обидел своих родителей. То есть я вас уважаю, родители. Я вас очень люблю. Я вас благодарю за жизнь, за те советы, за то воспитание, которое вы мне дали. Да, но делаю я по-своему. Да. Я обязательно что-то придумаю и сделаю так, чтобы я был счастлив. Это надо донести до родителей. Потому что их нужно поблагодарить. В принципе, тогда, когда они пытаются дать какой-то совет своему ребёнку, они очень сильно напряжены. Они очень сильно тревожны. И опять-таки, если вот разобрать, не факт, что это ребёнку их нему нужно вообще. Это, возможно, из какой-нибудь ихней истории, из истории их прошлого. Да? Вот эта тревога поднялась, и они пытаются таким образом спасти, опять-таки, своего ребёнка. Но на самом деле сейчас не такая ситуация тревожная. Всё нормально. И ребёнка это не касается. Я имею в виду взрослого ребёнка. И в этом смысле нужно просто поблагодарить. Да, я вас понял, но я сделаю по-своему. А родителям, в свою очередь, тоже как-то это осознавать и не лезть в жизнь детей. Это, конечно, сложно для взрослых людей, потому что у них своя закалка, они прожили свою жизнь. Но по сути это так и есть. Потому что если я на сегодняшний день самодостаточная, самостоятельная женщина или мужчина, да, и как-то сам управляюсь, то это может мне навредить совет родителя. Ох уж, что такое нарушение горниц. Я все прекрасно знаю. Поделюсь своими впечатлениями. Дело в том, что мои дети тоже ходили к психологу. И, кстати, большое спасибо. Вот я лично на своём примере увидела, что им это помогло. Да, работа с психологом, они стали совсем другими. Они стали уверенными в себе. Но что такое нарушение границ? Это очень неприятная вещь. Ужасно неприятная и обидная для родителей. Потому что когда тебе раз сказали, два сказали, пусть деликатно, но потом всё твёрже и твёрже, что мама, мы взрослые, и не надо обо мне чрезмерно заботиться, нарушать мои личные границы. Ну, как бы права взрослого человека, я достаточно самостоятельная, у меня есть дети. Это очень неприятно слышать. И в первую очередь, в первый момент, когда мне это говорили, мне хотелось их прибить. Ну, очень обидно было. Но потом, по размысливу, я поняла, что в принципе-то они правы. Я пытаюсь свой опыт, свой личный опыт, навязать своим детям. Но у них же другая жизнь. Но, к сожалению, пока родителям этого не объяснишь, они этого часто и не понимают. Им кажется, что они хотят сделать как можно лучше для своих детей, помочь им. Но ведь наши дети живут другой жизнью, у них своя жизнь. Ася, мы с вами подняли большой пласт серьезных на самом деле проблем. Я предлагаю вам начать такую рубрику, постоянную. Спросите у психолога, вы согласны? Согласна. 4 февраля свой 80-летний юбилей отметил Али Гиреевич Карданов из аула Беслиней. Более 40 лет он посвятил работе учителя. Преподавал школьникам русскую литературу и русский язык. Али Гиреевич пользуется большим авторитетом у своих односельчан, у своих коллег и, безусловно, учеников. А сегодня с днем рождения самого любимого, доброго и дорогого папу на свете поздравляют его дочери Файрус и Асиат, Зитья, Мурат и Руслан, внуки Батрас, Ахмед, Асюта, Хаина, Аминочка и правнуки Анатолий, Левушка и Аминочка. Родные желают юбиляру еще долго-долго оставаться таким же энергичным, жизнерадостным и молодым. Али Гиреевич, сегодня для вас в подарок прозвучит ваша любимая песня. Балтуманба, чистополь, к ночи будут холода, ой, ты горюшка, ты горе, Моя горькая беда. Первый снег не за горами, на Калине снеги, а над нами, а над нами только плачут журавли. Калина красная, Калина горькая, Калина горькая, Опять не выпала Разлука долгая, Разлука долгая, Дорога дальняя, Калина горькая, Калина красная. Я под утро рано встану, Мерзлых ягод соберу, На душе сквоздую рану, Крепкой ниткою зашью, Снегирем не распускаю, В путь дорожку соберусь, Эх, Калина, я же знаю, Что-то вряд ли я вернусь. Калина красная, Калина горькая, Опять не выпала Разлука долгая, Разлука долгая, Дорога дальняя, Калина горькая, Калина красная, Калина красная, Калина горькая, Калина горькая, Калина горькая, Калина красная, Калина красная, Калина красная, Калина красная, Карданови, Не пропустите. Продолжаем наш телевизионный вечер. В оснащении медицинского института Северокавказской государственной академии появился новый робот. Студенты ему не дали имя пока, но уже знают, что он умен и легко может оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. С медицинской новинкой познакомилась и моя коллега-журналист Светлана Шендрик-Переславцева. Когда в 2004 году в Черкесске в структуре Северокавказской государственной академии был создан медицинский институт, находились скептики, которых удивляло это обстоятельство мединститут в нашем регионе. Но руководство академии достаточно энергично решало эту задачу. От студентов, как говорится, отбоя не было. Многие выпускники школ поверили, что в Черкесске можно получить образование высокого качества. Преподавателями мединститута стали ведущие врачи лечебных учреждений республики. Специалисты, получившие в свое время фундаментальное образование в лучших медицинских вузах страны, обладающие большим практическим опытом. В 2016 году в мединституте реализовали обучение по направлению подготовки лечебное дело, в том числе и для иностранных студентов. Кроме того, в институте студентов готовят по таким направлениям, как стоматология, медицинская кибернетика, педиатрия. Что примечательно, на протяжении всех 16 лет деятельности вуза совершенствовалась и обновлялась его материальная база. В 2016 году, согласно приказу Минздрава России, здесь был создан аккредитационно-симуляционный центр, оснащенный тренажерами и роботами для выработки и закрепления практических навыков студентов-медиков. И вот свежая новость. В оснащении аккредитационно-симуляционного центра появился новый робот. На его приобретение Минздрав России выделил 3 миллиона 100 тысяч рублей. Студенты еще не успели придумать ему имя, но со временем, конечно, сориентируются. Но уже сразу поняли, что он умен, многое знает про заболевания и в способах быстрой помощи больному человеку. Здесь это полноценный робот-подростка, студент, которого мы запускаем сюда. Он полностью находится один на один с этим тренажером. Он собирает у него анамнез, он осматривает его. Есть имитация сердечных сокращений, есть имитация шумов легких, есть имитация мозговой функции. Сердечно-легочная реанимация на этом тренажере можно проходить. Можно на этом тренажере отрабатывать пункцию и катетеризацию мочевого пузыря периферических внутрикосного доступа. То есть все на этом тренажере, все те практические моменты, которые он не может с настоящим человеком, с настоящим больным отработать, так как со стороны это и негуманно звучит, когда запускают студента к больному и говорят учись на этом больному. То есть тренажеры для этого и созданы. Они могут свою руку набить, буквально говоря, на этих тренажерах, и уже потом им станет легче работать с настоящими больными. Все, что происходит с роботом-подростком, фиксируется в компьютере и выводится на экран прикроватного монитора. Частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений и так далее. Тренажер позволяет отрабатывать алгоритм действий врача в различных клинических ситуациях. Их запрограммировано более 20. Туда входит и анафилактический шок, туда входит остановка сердца и дыхание, брадикардия, туда проблемы с сердцем входят, учащение сердцебья, желудочковые, наджелудочковые тахикардии, дефибрилляции, пневмоторокс, острое сердечное недостаточность с отеком легких, острое сердечное недостаточность с кардиогенным шоком. Там есть перечень, алгоритм действий. Если студент не выполняет какое-то одно действие, то он не переходит к другому действию. И в конце у нас ждет два варианта. Или мы помогли больному, или... Обойдемся без второго «или». Ведь будущим врачам нужно воспитывать в себе волю к успешному решению практических медицинских задач. И помогает им в этом умный робот-подросток. И, кстати, он имеет звуковое сопровождение. Мне холодно. Так-то я плохо себя чувствую. Мне еще никогда не было так плохо. Меня обтемняло в глазах. Меня дождит. Завтра мне очень больно. Преподаватель сообщает студентам условия первой задачи. Установлен диагноз. У больного тахикардия с узкими комплексами РС. Первое, что мы должны сделать, провести оксигенацию. Вы берете оттуда маску, накладываете на ребенка. Оксигенация – это насыщение организма кислородом. Второе – это мы, естественно, должны ввести препарат. Препаратом выбора при тахикардии является у нас амиадарон. Мы выбираем шприц, какой нам нужен, да? 20-ти куполовый шприц. И вводим в периферическую вену. Давай, давай. Не слишком быстро. Давай, медленно. Давай, 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 давай. Ну, получилось. Интересно наблюдать за студентами в ходе такого занятия. Сначала казалось, что они воспринимают подростка на кушетке, как большую игрушку. Но потом к будущим врачам приходит понимание того, насколько ответственна позиция врача в каждой клинической ситуации. Программное обеспечение робота-подростка контролирует, правильно ли поступает доктор в той или иной ситуации. Любой сбой в последовательности и точности принятых студентам решений будет отражен на мониторе как ошибка. Чтобы исключить ошибки в тактике лечения, укрепить уверенность будущих врачей в их знаниях и навыках, создан аккредитационно-симуляционный центр мединститута. На его базе студенты по окончании вуза должны пройти аккредитацию, включающую тестирование, сдачу практических навыков и решение сложных ситуационных задач. На сегодня это все. Надеюсь, вам с нами было интересно. По традиции, прощаясь, мне хочется пожелать, чтобы ближайшие выходные вы провели так, чтобы в понедельник непременно было о чем рассказать. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!